Слоны очень херово. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы играем с вами в Shelter 3. Игра, в которой, судя по музыке, слоны что-то замышляют, что-то неладное. Давайте узнаем, что конкретно. Сейчас они нам всё скажут, сейчас я за них скажу, потому что я их озвучиваю. Смотри, тот самый день, когда волосы вообще не ложатся. Еле-еле всё это причесало. Так, кстати, у нас проблема поважнее, чем мои волосы. И это пустыня, пустыня, где нас ждёт голод. Так, ребята, собираемся здесь. Мы уже здесь все собрались, поэтому не знаю, что я говорю такое. Короче, нам надо идти с вами. Так, слонячий вижн. Всё, нам сюда. Это знак горы. Пойдёмте спросим совета у наших друзей-бегемотов. Это носороги, кстати говоря. Носороги как делишки. Всё, они вообще не общаются с нами почему-то. Не любят они слонов, потому что мы жирнее, чем они. Они завидуют. Стоп, стоп, что-то я шифтую. Чуть всю хавку не потратил. Так, нам придётся, ребята, вернуться назад. Обратно, обратно на пидстоп. Обратно на базу. Я немножко задерочил, простите, друзья. Я знаю, что вы на меня все полагаетесь. Но, блин, я не идеален. Давайте собьём это. Господи, что-то я... Стоп, погоди, отойди, 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 Бобби. Сейчас, секунду. Детей уберите с дороги, детей уберите с дороги. Всё, разгон. Есть. Кушаем. Зажираемся. Слышите? Как на вас нарать, чтобы зажраться. Шкала полная, всё. Окей, нам... О, как далеко нам идти. Это же пипец, прямо к тем горам. Помним. Тише едешь, дальше будешь. Это хорошая поговорка, но она относится, по-моему, ко всему, что и катается. А мы что-то не катаемся с вами. Нам придётся пешком идти. До следующей еды... Никогда не дойдём. Моё слонячье зрение, а ещё чутьё заодно, подсказывает нам, что нам придётся очень туго сейчас. Поэтому идём спокойно. Самое главное, соблюдаем социальную дистанцию. Отойди от меня, малыш. Отойди от меня. Кто это сказал? А ну заткнись. Тут стрессовая ситуация. Так, не нервируйте меня, пожалуйста. Кто? Кто-то гавкнул. Слоны какие разнообразные существа. Всякие звуки умеет издавать. Слонячье зрение видит вдалеке фруктовые деревья. Раз, два, три штуки. Музыка заиграла. Это нехорошо. Музыка, скорее всего, расскажет нам, каково сейчас слонам. Слоны очень... Херово. Да, спасибо. Спасибо за песню. Спасибо за пояснение. Чё-то становится как-то всё жёлтеньким. Стоп. Они хотели, чтобы мы обошли эти горы? То есть нам... Точно они так хотят, чтобы мы сделали? Может, всё-таки так не надо делать? Что? А кто это крикнул? Кто это крикнул, как человек? Так. Во-первых, я очень обозрался сейчас. Я не ожидал. Во-вторых, признавайтесь. Кто из вас тут человек, переодетый в слона? Кто-то из вас. По-любому. О, тепло. Сейчас из чьей-то задницы полезет Джим Керри, да? Не ори больше мне на ухо. Кто бы ты ни был. Я же говорил, слоны очень странные звуки издают. Опять! Кто орёт? И зачем? Это ребёнок? Может, он хочет кушать? Не смей умирать. Ребёнок, детям нельзя умирать в этой игре. Это family friendly. А что, зачесался от нервов? Я, конечно, не слышу, чтобы ребёнок настолько хотел есть и пить. Что аж, будучи слоном, вопил, как взрослый мужик. У-у-у, пси-ду-пси. А мы отсюда и никуда не уйдём. Хридовая ситуация у нас, ребят. Ха-ха. Представляете себе. Ладно, давайте, нам должно дойти до той травы. Всё, будет окей. Ну-ка, дуднули быстро в свои носы. Хорошо. Э, не останавливайтесь. Все идём. Нет. Прошу. Я же знаю, что все меня в итоге обвинят потом в этом, если кто-то вдруг умрёт. Вся стая на меня полагается и меня, естественно, обвинят. Но, ребят, извините. У меня было всего два выбора. Игра меня поставила в дурацкие условия. Можно было бы выбрать какой-нибудь третий вариант. Я бы выбрал остаться дома и играть в PlayStation. Как мы это и делали до нашего путешествия. Я не знаю, что нас вообще дёрнуло побежать куда-то в слове голову. Но есть хорошая новость. Трава близкая. Песочком обсыпались. Стало ещё жарче. Не делайте так. Ребят, повторяйте за мной. Это для чего-то нужно. Не, на самом деле, мне кажется, это наоборот спасает нас от жары. А если что, можете под меня встать. Я буду хорошей тенью для вас. Ой, как расходуется наша энергия. Наша общая энергия. У нас одна батарея на всех, что ли, не понимаю. Жрите. Жрите траву. Это, конечно, немного, но это хоть что-то. Но вы будете зажираться-то или нет? Трава вообще не помогает уже. Она не восполняет. Ох, визжат. Пищат слоны. И музыка всё наглетает. Ааа, я выбрал тяжёлую дорогу. Это hard mode. Ладно, всё нормально. Мы с слоны многое можем выдержать. Особенно, когда песочком вот так делаем. Оп. Все так быстро сделали. Построились. Построились быстро. Да, этот маленький слонёнок очень хочет пить. Или поплакать. Сейчас самое время поплакать, мой маленький. Потому что мы в жопе. Ещё больше темнее, чем слонячее. Так что, блин, время плакать. Но никто не мёртв. Это самое главное. Вы, дети, если выживете, станете сильными. И сможете любую неприятность преодолеть. Но только не пустыню. Потому что в пустыне только один раз выживают. Это 50-50. Рюлетка настоящая. Я вообще не уверен, что мы выживем. Не, ну я-то может быть. Так как я главный герой. Только посмотрите. Три жалких кустика. На всю пустыню. И дальше ад. Вообще ничего не растёт. Нам придётся пройти через эти жалкие кустики. Кто-то погибнет сегодня. Я вам отвечаю. Оп. Песочка на себя. А, хорошо. О, нет, красненькая. Стала красненькая, ребят. Всё. Всё, чуть-чуть поели. Будешь? Съешь ты эту фигню. Почему он не ест её? До следующей травы осталось... Очень долго. Вот там деревья. Похоже, одно из них фруктовое. Если мне только удастся довезти вас, друзья. Только вот если удастся. Вон, да. Прослеживается мой радар. Что-то обнаружил. Главное, как только мы дойдём, ещё иметь силы, чтобы разогнаться и ударить по этому дереву. Жвём, понятно? Все живём. Ребят, я не дойду. О, боже мой. Всё. Силы на исходе. Это всего лишь шкала. Она ничего не значит. Она не управляет нами. Зачем я это сделал? Зачем я это случайно нажал на кнопку от нервов? Это от нервов, ребят. Все попшикались. Отлично. Шкала ничего не значит. Ничего, блин, не значит. Я слышу. Нет. Сволочь, одна упала. Да, блин. Это был Бобби. Он пожертвовал собой ради нас. Нет, я нифига не жертвовал. Я просто сдох из-за тебя. А он пожертвовал. Спасибо ему за то, что ради нас отдал свою жизнь. На него всё одна была. Но он отдал. Отдал ради нас. Да нифига я не отдавал. Я просто умер. Потому что я сдох с голоду. Мне кажется, я слышу. Слышу, Бобби. Вот он орёт сзади нас. Чёрт, мы совсем чуть-чуть не дошли. Но на самом деле до хрена не дошли. Сердце разбито. У нас у всех сердце разбито. Чёрт. А, простите, что это животные какие-то? Это животные? Это носороги просто лежат. И мы их можем толкать. Не знаю, этично ли такую позитивную музыку сейчас ставить, когда Бобби лежит буквально в 50 метрах от нас. Тем более, что есть вероятность, что его даже не Бобби зовут. Ребят, ладно, не грустим. Лучше похрустим. Берём яблоки в нос и засовываем в рот. Что вы на них смотрите? Всё в порядке. Всё очень хорошо. Могло бы быть и хуже. Главное, что дети живы. А дети это наше будущее. Хоть орать. Перестань ты меня нервируешь. Да, хорошо, на водопой. Все на водопой. Отошли быстро, антилопы. Моя армия хочет кушать и хочет пить. Так, всё, все пьём, радуемся жизни. Да хватит орать. Я знаю, что ты просто мужик в костюме слона. Уже мы это выяснили. Окей, давайте подойдём к этой мерцающей звезде и спросим у неё совета. Спросим вообще, как мы справились. Евгений, ты справился ужасно. Из-за тебя погиб член твоей стаи. Все пути, что ждут дальше, полны опасности и испытаний для нас, Реба. Подойди ближе, я поведу тебе о будущем. Я не знал, что слоны думают о будущем. Это призрак Бобби. Да, вот именно. Это я, Бобби. И я из будущего. Призрак из будущего. Вот так бывает, понимаешь? Я изначально знал, что сдохну из-за тебя. Я тебя виню очень сильно, если что. Надеюсь, ты гореть в аду будешь. А так, в целом, как дела вообще? Ладно, посмотри наверх, там что-то есть для тебя. Не я писал, но ты позырь. Может, тебе понравится что. Пройди сквозь море песка на запад и увидишь дым, что поднимается из вершины горы. Отправляйся на север через пески, чтобы почувствовать горячее дыхание гейзера. Через пески? Нет? Спасибо. Или пройди сквозь море песка на запад. То есть, как бы, в целом у меня выбора нет, я все равно через пески пойду. Я обожаю, когда мне иллюзию выбора предоставляют. Спасибо большое. Итак, хорошо, давайте. Горячее дыхание гейзера или дым, что поднимается из вершины горы? Вулкан? Это стрёмно, мне хочется. И гейзер прикол... Ладно, давайте вулкан позырим. О, смотрите, обновилось все. Теперь на деревьях снова растут фрукты. А тела Бобби уже нет. Ну, может быть, он встал и пошел. Пошел домой. А тем временем нас ждет вулкан. Ждет нас в следующей серии, друзья. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И несмотря на то, что жалко, что Бобби нет с нами теперь, я очень старался дойти, как только мог, но игра так, видимо, устроена была. Не я виноват, игра устроена так, что мы потеряем одного из слоня. И слонов. Слонят мы не потеряли. Это уже плюс, огромный плюс. Главное детишек довести до конца, чтобы они стали нашим будущим. А слоны много думают о будущем, как мы с вами выяснили. Поэтому думаем о детях. Думайте о детях сегодня на ночь, чтобы вот о будущем. О будущем побеспокоиться. Огромное всем спасибо еще раз, что смотрели. И если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И ставите в доску со своими. Нажмите красную кнопочку подписаться на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео, которое выходит. А все они смешные и потрясающе великолепные. Вам очень зайдет, я обещаю. Также прошу вас всех зайти на мой сайт с комиксами. Там комиксы и мой официальный мерч продается. Если вдруг вы можете что-то приобрести и кайфануть. А заодно я тоже кайфану, потому что это поддержит меня, мой канал и вот этот проект GameCampers. Это мой passion project. Самое крутое, что я когда-либо делал, на мой взгляд. С вами был Юджин и всем пять!